В детской больнице Волжского полным ходом идет ремонт, который планируется завершить и в 2015 году. На средства областного бюджета здесь не только обновят кровлю и коммуникации, но и приведут в порядок палаты и санузлы. А вот в соматическом отделении Волжской детской больницы ремонт, который длился больше года, уже завершен. О результатах преобразования узнаем из-за материала Елены Лыковой. Этого ремонта ждали давно. В нынешнем году соматической больнице Волжского исполнилось 26 лет, и капитальных работ здесь не было ни разу. На выделенной по федеральной программе модернизации здравоохранения средства 70 миллионов рублей обновили многое. Кровлю, канализацию, теплосистему и все помещения стационара с потолка до пола. Причем такая масштабная реконструкция шла без закрытия детской больницы. Для того, чтобы именно оказывать помощь детям, не приостанавливать этот процесс, да, пришлось в процессе оказание медицинской помощи делать и капитальный ремонт, благо новые санитарные правила это позволяют. Вот. И было тяжело, но медицинский персонал справился, с достоинством справился. После ремонта отдельные помещения появились и у самих медиков. Раньше тех же сестринских комнат здесь просто не было. А в палатах теперь лежат не по пять-шесть мамочек с детьми, а максимум по двое. Как ваши дела? Как тут моя лапочка ночевала? Ночевала хорошо, да. Малышке Алисе скоро три месяца. Девочка родилась недоношенной. Такие дети, а также рожденные с разного рода патологиями, основные пациенты соматической больницы. Сюда их привозят прямо из родильных домов. Поэтому в стационаре особый уход, особое оборудование и лучшие врачи. Выхаживать младенца помогает и атмосфера. Медики стараются приблизить ее к домашней, чтобы пребывания в больнице не было для женщин и детей дополнительным стрессом. Мамы легко идут сюда, потому что для женщины созданы все оптимальные условия. И души, и беды, и всевозможные. И столовые у нас. Все чисто, комфортно, все нормально. Все хорошо. Они приходят сюда как дома. Мы их уговариваем. Еще недельку полежите. Они говорят, хорошо, у вас здесь все так хорошо, так чистенько. Программа модернизации медучреждений, как известно, это не только капитальный ремонт, но и оснащение современным оборудованием. Соматическая больница серьезно усилили новой аппаратурой реанимацию новорожденных. Например, теперь здесь пользуются кювезами, у которых два стеклопакета, встроенные весы и систему увлажнения, а также датчик контроля кислорода. С такой умной техникой выхаживание младенцев становится гораздо эффективнее. Так, месяц назад соматическую привезли новорожденную двойню в очень тяжелом состоянии. Вес каждого из детей чуть больше 800 граммов. Сейчас малыши уже переведены в обычную палату. Появился в стационаре и цифровой рентген аппарат. Прежний, 30-летней давности, уже выработал свой ресурс. В современном приборе медики особенно выделяют его мобильность. Детки, которые находятся у нас в реанимации, мы их не можем и физически, и в силу их состояния перенести. А данный аппарат позволяет его самому перевозить, аппарат именно в отделение реанимации, снимать деток, то есть вплоть до того, что их возможно снимать даже в кювезе. Модернизация здравоохранения с 2011 года охватила в нашем регионе 15 учреждений службы родовспоможения и детства. Только оборудование было закуплено полторы тысячи единиц на сумму почти в миллиард рублей. Для лечебного учреждения больницы скорой медицинской помощи номер 7 свыше 220 миллионов рублей было открыто и закуплено и открыто отделение для эндоскопической операционной. Что позволило нам в ближайшее время уже открыть доступность, качество и оказание медицинской помощи нашим маленьким пациентам и женщинам в регионе. Кстати, на смену модернизации приходит новая программа «Стратегия развития здравоохранения», рассчитанная до 2020 года. В ней будет сделан упор на профилактику. Болезнь, как известно, проще предупредить, чем лечить. Елена Лыкова, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба». Продолжение следует...